Транспортный налог. Из чего он складывается и до какой даты его необходимо уплатить жителям Верхневожья, рассказали в налоговой службе. Все, что нужно знать об уплате имущественных налогов, смотрите в следующем материале выпуска. Транспортный налог. Как его рассчитывают и начисляют. Налоговую базу умножают на налоговую ставку, период владения и повышающий коэффициент. Налоговая база определяется в зависимости от того, какое это транспортное средство. Для легковых это мощность двигателя, если воздушная реактивная тяга, водная валовая вместимость. Базовая в отношении легковых машин от 2,5 до 15 рублей за лошадиную силу. Грузовые от 2,5 до 8,5 рублей. Мотоциклы от рубля до 5. От лошадиных сил зависит и следующий множитель. Налоговая ставка. Местные власти могут ее уменьшить или увеличить максимум в 10 раз. Еще одна цифра в расчетах – повышающий коэффициент. Его применяют, если стоимость авто выше 10 миллионов рублей. Существуют определенные дорогие автомобили. Они у нас тоже определены. Перечень их есть у нас на сайте Минпрома. Транспортный налог зависит от мощности транспортного средства. И существует региональный закон от 6 ноября 2002 года, номер 75 ЗО, где определены мощности транспортных средств и соответствующие ставки для этих транспортных средств. Что касается льгот, то в каждом регионе они разные. А что, если машину продал, а налог все-таки начислили? Необходимо написать нам обращение, любым удобным способом, через МФЦ, через наш официальный сайт, в том же личном кабинете, о том, чтобы мы уточнили этот вопрос. Мы это сделаем с помощью запроса в органы ГИБДД. И если информация подтвердится, то мы произведем перерасчет транспортного налога. Все имущественные налоги необходимо уплатить до 1 декабря 2023 года. Продолжение следует...